Она тоже очень пикантная. Это сегодняшний разговор между Рапунцель, Кадони и Яббаровым. Лежит Яббаров и Рапунцель, и всё у них хорошо. Они улыбаются, целуются. Входит Влад и говорит, ты знаешь, в Саратове мужики тебя не поймут, если ты с такой девушкой будешь встречаться. Саратовские мужики, они будут голосовать за настоящего мужика, и поэтому подумают, если для тебя важнее такая любовь, то они голоса дадут кому-то другому. И забудут тогда про конкурс. Кадони ушёл, и через полторы минуты Яббаров прекратил пару свою с Рапунцель. Выбрал конкурс. И вообще. И меня выбрал конкурс. Блин, мне смешно вот реально просто. Нет, всё бы действительно было хорошо, но мы знаем тебя, Яббаров. Я тебя знаю. Поэтому действительно становится страшно. Ты так быстро меняешь решение и так подвержен чужому. Нет, если ты сейчас честно скажешь, что да, я хочу выиграть в этом конкурсе, я считаю, что я достоин, и для меня конкурс важнее, чем отношения, это тоже будет уважаемая такая позиция. Но когда-то и там, и сям, но вот это вот, если честно, это не по-мужски, вот это точно не поймут твои саратовские друзья. Ты либо с женщиной, со своей, её любишь, уважаешь, и также продолжаешь участвовать в конкурсе, но со своей женщиной, либо ты от неё отказываешься, у тебя другие принципы, ты так не можешь с такой встречаться, и идёшь вперёд своей дорогой к победе. Я хочу однозначно выиграть на этом конкурсе. Вот, я буду биться на этом конкурсе. Сон дурака называется. Вот, и однозначно я выиграю этот конкурс, я постараюсь это сделать. Хорошо. Вот, квартирка всё-таки будет моя. Вот, нет, от отношений я отказываться не буду. Мы пообщались, вот, пришли к общему знаменателю, вот, и с чистого листа пробуем, начинаем отношения строить. Десятый раз нажимай. Оль, расскажи мне, пожалуйста. Уже десятый раз даю ему шанс. Всё, надеюсь, что он проявится как мужчина. Этим и докажет зрителям, и коллективу, что покажет красивые отношения. Вот всем ребятам смешно, я понимаю. А ты на основании чего ждёшь, что эти отношения будут красивые? Мне бы хотелось так. Надежда умирать последней. То есть это просто твоё желание. Ну, я бы хотела, чтобы он не нравится. А если он сейчас в конкурсе, вообще, вылетит из него? Я вам его спросила, он очень расстроен. Всё из-за тебя. Меня саратовские мужики не поддержали. Меня бы Саратов поддержал, но ты... Самый электорат. Всё испортила. Это может быть такое? Конечно. В нашей жизни всё может быть. То есть ты обвинишь меня, если ты не пройдёшь в финал, во второй этап? То есть ты говорю, в этой жизни может всё быть. Понимаешь, надо пройти. А я считаю... Надо пройти. Понимаешь, такого не должно быть. Может, не пройдёт. А почему ты вообще встречаешься с мужчиной, который каждый раз тебе говорит и намекает про то, что кто ты такая вообще, что его там не поймут, не простят, не проголосуют. Тебе вот эта сама постановка приятна, вопрос? Ну, она просто адекватная. Мне неприятно. Мне и с ним плохо, и без него как-то тоже плохо. Я так понимаю, что без него хуже, раз ты с ним. Всё, вот знаете, хочется верить, что до него дойдёт, что действительно, говорю, имеем, не ценим, теряем, плачем. А на этот товар есть ещё какой-то купец? Есть ещё кто-то претендент на Рапунцель здесь, кроме Ебарова? Я вот поселюсь на этом диване шикарном и хочу пообщаться всё-таки с Настей, с Кристиной. Упс, кого-то опрокинули, да? Нет. Ну, а у нас две новые девушки. Аня и Маша. Сразу хочу предупредить, да, что останется сегодня, да, с нами только одна девушка. Вот вы мне объясните, пожалуйста, ребят, почему Рапунцель всё это терпит? Или она просто пока не понимает вообще, о чём идёт речь? Ведь Ебаров достаточно циничен в своих высказываниях, он откровенен. Но на самом деле то, что произносит он, да, это честно, но это неприятно слышать будет любой девушке. Черкасов, что тебя так веселит, скажи мне? Ебаров очень нравится. Мы сегодня разговаривали на эту тему. Он себя чётко видит в финале. Нам как-то всем стало неуютно, да, Андрюх? И что мы будем мешаться ему? Ты извини, если вдруг мы тебя немножко обгоним там. Вот, чуть-чуть. Вот. Да, в открытую говорит, и сегодня на вип-доме он говорил, что так, мириться мне нельзя, значит, не поймут меня зрители, не проголосуют. Вот. Что касается, отвечая на твой вопрос, почему Рапунцель это терпит? Ну, а что ей ещё делать-то? Ну, правда. Ну, что он ей прям так сильно нравится? Нет, простите, я буду тоже циничен. А на этот товар есть ещё какой-то купец? Есть. Тем более сегодня у меня. Нет, есть? Нет, стоп. Есть ещё кто-то претендент на Рапунцель здесь, кроме Ебарова? Нет. Гурханов Рапунцель? Нет. Друзья, и Ебаров Рапунцель нужен гораздо больше, чем она ему. Он-то, вы знаете, он уже у нас мастер, он может и к Гозис всегда вернуться, как говорится, поухаживать. И с Дашей она к нему неравнодушна, и с Полиной, и с новенькими девчонками. У него есть вот этот обзор, да, спектр его действия. А извини, Оля, у тебя кроме Ебарова-то нет никого. Диана. Мы всё время старались общаться с Рапунцель побольше, им просто интересно понять. Один момент. Слушай, Рап, ты всё время говорила о том, что у тебя были мужчины, которые тебя превозносили, за тобой ухаживали, о тебе заботились. С чем тебя привлёк он? Что в нём? Он за тобой ухаживает? Он как-то... Диана, ты же говорила. Ты выйдешь с ним на периметр, он ничего тебе не дат. Из него не могу, понимаешь? Он ничего не сможет тебе дать. Шампунь нормальный он тебе не купит. Денег у него толком нету. Ты привыкла к роскоши, ты привыкла к мужикам, которые... Диана, и дорогие, и дорогие все наши участники, сразу после лобного места начнётся конкурс «Человек года». И сегодня выступает Марина Африкантова.